Ну а в танцах у нас также ничего интересного, кроме, конечно, одной пары, Пападакисов. Также, конечно, можно отметить итальянцев, Гугнар и Фабри, Чокбейтс также поборются, Смардиас снова эта испанская пара. Вообще, на самом деле, удивительно, что у испанцев два конкурентоспособных дуэта. Когда такое вообще было? Нашей стороны уступят Тиффани Загорский и Джонатан Гурерра. Сложно сказать, поборются они за бронзу или нет. Первое место за Пападакисами, а второе, третье, скорее всего, поделят итальянца и Чокбейтс. А дальше там и испанцев могут высоко поставить, и даже поляков. Еще непонятно, как остальные две французские пары откатают, как откатает канадская пара. Но в любом случае будем надеяться, что ребята покажут хороший прокат, как в ритмическом танце, так и в произвольном. Ну а там уж как будет, так и будет. Ну а так заждались мы, конечно, Кацалаповых. Уже третий этап Грампрея, а их все нету. Но они у нас будут выступать на следующем этапе в Китае. Кстати, там же будут выступать Чокбейтс. Будет интересно посмотреть на их оценки на данном этапе, чтобы иметь представление, что мы увидим на этапе в Китае. Но в любом случае для Вики с Никитой там конкурентов нету. Но что касается этапа во Франции, самое главное, будем надеяться, что не будет скучно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!